Фонд развития предпринимательства ДОМУ и агентство ХАБАР представляют. Эту девушку зовут Карашаш. Сегодня сложно поверить в то, что из своих 20 лет, 14 лет она провела в больницах и была практически изолирована от общества. Ее круг общения сводился к минимуму – родители, врачи и учителя, которые приходили заниматься с девочкой домой. Диагноз, который с рождения был у Карашаш – хроническая почечная недостаточность – оставляла мало надежд на то, что девушка сможет когда-либо жить полной, насыщенной красками жизнью. Сегодня и сама Карашаш, и родители, и друзья склоняются к тому, что родилась она все же под счастливой звездой. Как второе рождение у меня в Алматы после операции. Я вообще другая сейчас. Не как раньше. Если бы вы видели меня раньше, да, вы не знали бы меня. Вообще другая была. Замкнутая, худенькая такая девушка. Маленькая. Я болею с рождения, с самого рождения. Три года осложнения были, но это уже прошло. Каждый год я сама с октав, в октав лежала в больнице на обследование. В 2002 году были осложнения, почки остановились, и меня перевели сюда, в Алмату. Я лежала здесь, в Оксайской больнице, два с половиной года, на искусственном аппарате, на искусственном почке. И в 2004 году эта почка пошла. Сделали операцию, пересадку почек. С того времени уже все хорошо. А до этого я слабая была, совсем худенькая. И весом вообще маленькая была. Только 22 килограмма весит. Голос у Карашаш тихий и пока еще не совсем уверенный. Однако глаза, глаза говорят совсем о другом. В них чувствуется сила и неуемное желание творить, мечтать и воплощать желаемое в реальность. Это наблюдение подтверждает и то, что, казалось бы, за такой короткий промежуток времени, всего лишь за 6 лет, Карашаш сумела сделать столько, сколько многим не оселить за несколько десятилетий. За это время она благополучно окончила школу, прошла обучение в школе ремесел, обучилась в флористике. Сейчас Карашаш пишет с подругами бизнес-проект, который связан с обучением женщин-инвалидов этому удивительно красивому делу флористики. На семинарах, обучающих навыкам лидерства, которые Карашаш тоже проходит сейчас, ей в ближайшее время придется защищать этот проект. В 2006 году летом я обучалась рукоделью, которую организовывала Алматинская палата ремесел. И туда я попала, ну, через районное общество инвалидов только. Там училась войлоку, бесероплетению и многому другому. Там я познакомилась с тетей Альой, она пригласила меня сюда, в Ширак. Когда сюда пришла в Ширак, только тогда я стала открываться, только-только. Начала общаться с людьми, как можно общаться, как нужно общаться. Сейчас все замечают, что я стала открытой. Все говорят, что я много знаю. Все могу у меня в руках, все можно сделать, но не могу там это на людях показывать или не знаю. Но не могу это донести. Помимо того, что Карашаш работает в общественном объединении Ширак, задача которого оказывать максимальную поддержку женщинам-инвалидам, она еще и обучается в колледже по специальности бухгалтер. Я сначала хотела поступить в Каз-Каза, но так как, это ж, не знаю, это ж, комменты должны сдавать-то, не хотела допустить. Ну, просто там же есть дизайн интерьера, куда хотела поступить. Но не поступила. И через год поступила в колледж только сама. В колледже учусь сейчас в точном отделении, на финансиста. В этом году заканчиваю, диплом получаю уже. Так часто бывает в жизни. Мечтаем об одном, но возникают на пути препятствия, и мы выбираем профессию, совсем не соответствующую нашим желаниям и стремлениям. И какой же нужно иметь характер и силу воли, чтобы, пройдя все эти препятствия, все же вернуться к своей мечте. Осваивая профессию финансиста, сегодня Карашаш продолжает мечтать. И эта мечта ее также связана с творчеством, с дизайном, с красотой. В ближайшем будущем она планирует открыть свой салон красоты. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я бы хотела изменить прическу. – Хорошо. Наши мастера проконсультируются, помогут подобрать образцы. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Меня зовут Адыл. – Хорошо. – Присаживайтесь. – Хорошо. – Давайте обсудим, как у вас сегодня были меня. – У вас очень богатый волос. Знаете, у вас очень красивый цвет, но и не касается блеска. Я думаю, что мы добавим блеска, делаем его более ярче и насыщенно. – Дома я, когда в свободное время, иногда там сама себе прически делаю, сама себе крашу. Или там, когда, ну, не была маленькая, 15 лет, кажется, да. Тогда, да, куклы-жесть большие такие, на них я красила просто, макияж делала, виджерные и тренинг. Сам на себе маникюр делаю. Там рисую разные рисунки, лаками. – Давайте. – Да. – Изменились. – Кардинально. – Хорошо. – Все. – Опыт в написании бизнес-планов Карашаш получила, проходя семинар лидеров, организованных обществом объединения «Ширак». Мы уже говорили о том, что она готовит к защите свой первый проект по флористике. Для того, чтобы приступить к реализации своего нового, зреющего плана по открытию салона красоты и не открывать Америки, она ознакомилась с готовыми моделями построения бизнеса в этой сфере, опубликованные на специализированных сайтах в интернете. – Название надо придумать самое первое. У меня в голове есть такая «Adora Operation». Назвать так. Это первое смешное приведение. Лидер должен быть конкретным, серьезным. И у него должно быть ораторское качество. Ораторского качества у меня нет. Это самое ценное, знаю. Остальное есть, кажется. Серьезное, серьезное такое. Есть у Карашаш и еще одна мечта. Кроме этой салона красоты, у меня есть сделать благотворительный концерт. Взять какого-то, например, нуждающего в операции ребенка, как мы сами, и для него сделать этот благотворительный концерт, собрать средства и отдать ей это на лечение. Ну, чтобы операцию сделали за границей. Так вот наша операция волните не делается. Богатая, разносторонняя и сильная натура нашей героини Карашаш Чехановой сразу же расположила к себе членов общественного совета. Какую на этот раз позицию выберут известные люди нашей страны? Как и чем смогут помочь они в осуществлении ее пока еще только зародившегося намерения открыть собственный бизнес? В первую очередь, лично я был поражен и восхищен мужественностью этого человека. Желание жить, желание творить, желание не просто существовать в этом мире, а именно гармонировать с природой, да, и в первую очередь показать свою силу и внутренний стержень. Это характер, это мужественный характер. Стержень у нее действительно хорошая и стремление у нее главное хорошее. Вот в этом сюжете даже не удивило, а порадовало, что человек не только сам делает красоту, очень красивые, там удивительные вышивки и цветы, флористика, но у нашей героини есть желание нести эту красоту миру, делать других красивыми. Это то, что самая большая потребность женщины – быть красивой в этом мире. Несколько лет назад, когда Крошаш первый раз пришла в нашу организацию, это сейчас она сама говорит, что я сильно изменилась. Это было страшное молчунье, и единственное, что можно было от нее услышать, и все. Вот кивок, если какой-то положительный ответ. Попросить лучше Крошаш саму рассказать. Да, давайте пригласим. Здравствуйте. Здравствуйте.